В плане обеспечения безопасности и мира на Южном Кавказе они представили ситуацию дезиментализации, которую представил Кристофер Георгий. Вы прекрасно представили безопасность в более широком понимании этого слова. Я думаю, скоро, я в своей презентации буду говорить конкретно о тематике Европейского Союза и НАТО. Мы говорим о безопасности на Южном Кавказе. С точки зрения европейцев мы не говорим только о милитаризированной стороне ситуации, а понимаем безопасность гораздо более шире. Меня попросили сказать, какую роль европейские организации играют или могут играть и существует ли общая точка зрения, которая касается внешних игроков. Я остановлюсь на большей части на Европейском Союзе и в меньшей степени на НАТО в качестве региональных игроков. Я думаю, у нас будет еще с утра у нас была возможность обсудить эти вопросы, которые касались региональных игроков. 2008 год является переходным периодом в плане влияния международных игроков на Южном Кавказе. И мы видим все более и более уменьшающие все их присутствие на Южном Кавказе. За единственным исключением Европейского Союза и миссии мониторинга. 2008 год был нехарактерно активным годом для присутствия Европейского Союза на Южном Кавказе, но впоследствии это присутствие показало также отсутствие влияния, которое организация имеет в случае конфликтных ситуаций на Южном Кавказе. Существует несколько препятствий в плане Европейского Союза и НАТО. Я достаточно пессимистично отношусь к их роли в будущем в регионах. Существует три причины для этого. Первая – это серьезная вовлеченность Европейского Союза в Южном Кавказе всегда будет балансироваться и блокироваться повышающимся влиянием России на Южном Кавказе, с чем мы столкнулись уже в Украине. То есть, когда речь идет о том, чтобы делались попытки действия в зоне привилегированных интересов России, как называют господи Медведев, мы сталкиваемся с серьезными препятствиями. Существуют определенные проблемы в самих организациях. В Европейском Союзе отсутствует единство, существует большой спектр различных стран-членов Европейского Союза, существует отсутствие желания со стороны определенных стран-членов Европейского Союза, чтобы расширять дипломатические и экономические влияния и предоставлять капитал для мирного регулирования данных конфликтов. И последнее препятствие – это отсутствие долгосрочного видения перспективы, стратегий, о которых говорит Георгий. Существует ли ООН, НАТО или Европейского Союза долгосрочной перспективы или видения? Мы говорим о дальнейшем расширении НАТО или не говорим о нем, говорим о углубленных взаимоотношениях с Грузией, о вкладе Грузии, Азербайджане, Армении, ВИСАФ. Вопрос заключается в том, насколько все это будет продолжаться, насколько долго. Существует у Европейского Союза четкое представление о своих взаимоотношениях с этим регионом, а не просто краткосрочной интервенцией в данный регион или вовлеченность. Давайте кратко поговорим, что эти учреждения или организации делали в плане вовлеченности в конфликт. Ни один из этих институтов не был непосредственно связан с регулированием конфликтов на Южном Кавказе. Они, скорее, пытались углубить трансграничное сотрудничество в плане углубления безопасности и установления мира на Южном Кавказе, следуя европейской модели меры и благоденствия, которая достигается посредством экономического, социального и политической интеграции и сотрудничества. Это достаточно хорошо работало в Европейской Союзе в последние десятилетия, но экспортировать данную модель будет очень трудно, что показывает важность взаимозависимости, механизм безопасности. С тем, что страны, которые вовлечены в данную модель, должны быть соседями, должны иметь общие подходы и ценности в этом случае, когда существует такая ситуация, возможность вооруженного или любого конфликта, который включает себя элемент от насилия, будет исключена. Европейский Союз пытался уменьшить напряженность между странами, увеличить, поднять степень сотрудничества между странами в качестве методов. Немного методов. Уже, один, три, два, три, два, три. Не, 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 лишь один момент, мы должны ждать. Я думаю, один из двух тайны, они имеют правильную группу. Как мы делаем, так как мы делаем. Это случается раз в 100 лет, но сейчас. Случается раз в 100 лет, но получилось. Я думаю, я слышу только вашу голос. Это как с моими студентами. Кто может прокричать? Это ситуация курица и яйца. То есть, поощрение сотрудничества между странами может привести к углублению доверия между странами. Но, с другой стороны, можете привести аргумент, что конфликты в данном регионе должны быть разрешены перед тем, как будет начато какое-либо региональное сотрудничество на глубоком уровне. С точки зрения Европейского Союза, развитие добрососедских отношений и сотрудничества являются фундаментальными элементами европейской политики сотрудничества и восточного партнерства, обеспечения концептуальных рамок для будущего сотрудничества. То есть, какой очутимый прогресс был сделан в этом направлении, задают вопросы. Основной прогресс был достигнут в плане управления границами с тремя кавказскими странами, которые на рождественную сотрудничество в плане управления границами. Было сотрудничество в плане вопросов крашающей окружающей среды на уровне государства, опять в рамках программ Европейского Союза, также НАТОвских программ. Были очутимые продвижки в плане решения экологических проблем на Кавказе, которые изначально были определены для того, чтобы развивать сотрудничество на негосударственном уровне между тремя кавказскими странами, которые должны были решать собственные экологические проблемы. Но с уровня негосударственного все это пришло очень быстро на уровень государственного. То есть, предпочтение было отдано сотрудничеству государственного уровня. Были вопросы, которые касались загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами карабахских рек. Обратилось к этому на уровне государства. Были сделаны определенные маленькие шаги. Были проведены определенные мероприятия по созданию доверия для того, чтобы повысить уровень доверия и сотрудничества. Присутствие НАТО на Южном Кавказе совершенно иное, чем у Европейского Союза. И целью ее помощи были опять создание духа доверия и сотрудничества для того, чтобы решить конфликтные ситуации, которые существуют в регионе. Но это было не прямое вовлечение в само разрешение конфликта или меры направленные на разрешение конфликта. Была программа по мониторингу южно-кавказских рек, которая началась здесь и должна быть совместно с Организацией экономического сотрудничества, развития и сотрудничества ОАСИ. Целью было смягчение существующих проблем на этническом и политическом уровнях. Роль этих европейских организаций в плане разрешения конфликта была и остается достаточно ограниченной. Хотя из тех причин, о которых я уже говорил, что касается создания контактов и доверия, Кристофер уже говорил об отсутствии или ограниченной роли внешних актеров, внешних игроков, которые можно увеличить. Учитывая существующие реалии и развитие, мы можем ожидать увеличения и расширения роли главных игроков. Хотя можно ожидать даже отступления и шага назад. Я более пессимистично настроен. То есть я ожидаю скорее, что будет уменьшение, чем увеличение роли. Продолжение следует... Продолжение следует...